здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем работу над нашим танком т70 он компании звезда в 35 масштабе с фото управления микро дизайн и соответственно вот такими вот траками от мастер клуба сейчас мы загрунтую модель процесс грунтовки показывать не буду это будет мистер сюрфейсер 1000 или 1500 с разбавителем тоже от ганзы грунт разбавлять буду один к двум при давлении 09 мастер-клуба так друзья это у нас при шейдинг дадим подсохнуть после этого нанесем базу после грунта я задул в базовый цвет это там и xf 58 я немножко добавил туда лака для того чтобы не было глухой матовости глянцевый лак вот и разбавлял соответственно вот таким разбавителем x20 а в пропорции 2 к 1 покраску я не показывал потому что ну у меня после к вида я не хочу травмировать легкие еще раз поэтому я сидел в покрасочном бокс который не помещается в кадр и снимать там очень неудобно поэтому задул грунта загрунтовал и задул я сейчас вот но все остальные этапы соответственно я буду показывать на камеру а теперь высветление и Продолжение следует... Друзья, после нанесения высветления, как видите, на катках очень хорошо видно и здесь, просушка, задул скатку XF49 хаки. Потом немножко ее доработаю и сверху нанес глянцевый лак для того, чтобы сделать смывку, а снизу нанес полуматовый лак. Смывку делать не буду, потому что там будет грязь. Так что ждем, пока все это высохнет, а потом нанесем следующие эффекты. Друзья, декали ложатся очень хорошо. Они достаточно тонкие. В принципе, если наизлом брать по свету, то их видно, но я думаю, что когда они у нас высохнут, мы сверху дадим глянцевый лак, и они встанут между лаками, нижний и верхний слой. Думаю, этой подложки вида не будет. А потом сверху дадим полуматовым или матовым лаком. Так что оставляем на сутки, чтобы это все дело у нас хорошенько подсохло, чтобы декалька схватилась с поверхностью. Ну, вот так вот номер 50. Для надгусеничных полок вот здесь вот я буду использовать вот такую вот грязь. Дост Дир Депозитс. И буду использовать, соответственно, сначала нанесу вот эту грязь. Она жидкая такая, более-менее такая густовая, ну, средней густоты. А сверху я посыплю, точнее так, кисточкой нанесу пигмент, темную землю. Немножко я ее смешаю с пигментом вот таким вот черным, чтобы была неоднородная поверхность. Давайте сначала немножечко намешаем. Пигмент очень хороший, мелкий. Так, возьмем немножко черную. Совсем чуть-чуть, потому что черный очень ядреный. И он прям совсем немножечко. Я еще сейчас сюда капну немножко фиксатора, для того, чтобы пигмент не разлетелся. Вот такая вот грязюк у нас вышла. Когда высохнет, я покажу эффект, который получился. Фиксатор я использую от Кав Моделс. Очень хороший фиксатор, я думаю, лучше из того, что есть. Он не меняет цвет пигмента и не дает той глянцевости, которую дают другие фиксаторы. То же самое повторим со вторым. Ну что, друзья, оставим на сутки. Ничего, что на днище капнуло, ничего страшного. Днище все равно мы тоже будем ляпать. Так что посмотрим эффект на следующий день. После высыхания мы имеем вот такой вот итог. Вот, посмотрите. Немножечко подчистили кистью, убрали лишнее. Вот таким вот образом. Скинули лишний пигмент. Вот. Везде. Ну, показывать этого не стал. Как бы не было пока времени. Сделал как вот, как получилось. И сейчас мы будем устанавливать катки. Вот эти вот ленивцы, которые здесь есть у нас два. Они тоже сделаны в виде катков. Такие же, как и остальные. Здесь у них, мы когда будем устанавливать вот сюда, вот в пассу. Мы его клеить не будем. Ну, в принципе, мне это как бы не особо важно. Потому что у меня будут гусеницы металлические. Но те, кто делают пластиковые гусеницы из пластика, то его лучше не клеить. Потому что этот ленивец, он будет корректировать натяжение. Вот так вот, видите? Поднимается и опускается. Вот он корректирует натяжение этой гусеницы. В зависимости от того, сколько траков вы сделаете. Как вам будет удобнее. Вы просто, если немножко с провисом будет, чуть-чуть вот так вот натянете. Покрутите, и гусеница сама псена тянется. Вот. Я тоже пока клеить не буду. Поставлю вот так вот. Без клея. Так очень аккуратненько. Потому что ножки у ленивца очень тоненькие. Прямо тонюсенькие. Вот. Пока поставлю вот в таком вот положении. А все остальные катки просто приклеим. И поддерживающие основные. Для начала, естественно, я зачистил посадочные места. Ну вот так вот, дорогие друзья. И два каточка. Здесь один каток оказался лишним. А один каток будет установлен вот сюда вот на корпус. И пока это дело все сохнет у нас, мы начнем собирать гусеницы. Еще раз покажу их. Это вот такой вот набор от мастер-клуба для Т-70. Друзья, саму сборку траков я показывать не буду. Потому что это очень муторное и долгое занятие. Так что вот у нас в пакетике здесь. Сами траки здесь. 200 штук. Вот они. Очень маленькие. Ну вот, посмотрите, трак. Вот. Каждый его надо обработать. Убрать заусенцы. Вот. Если есть какие-то толкатели. И вот такие вот маленькие, совсем микроскопические полупальцы. из смолы. Менять их на металлические я не буду. Потому что они у меня и так прекрасно держатся. Те, которые не зайдут, которые поломаются, или которые будут выскакивать, потому что отверстие здесь будет слишком широкое. Те я поменяю на металлические. Остальные нет. Потому что ездить этот танк все равно не будет. Когда поставлю, это будет все аккуратненько стоять. Пальчики очень мелкие. Так что вот. Будем сейчас над всем этим работать. Два трака просто соединим между собой. Вот так вот это будет. И, соответственно, ну, покажу пару-тройку там. После того, как я зачищу их, покажу, как они соединяются. И все. А дальше уже в готовом виде. Смотрите, друзья, гусеницы у меня готовы. Я их все собрал. Собрал на пальцы. Кое-какие траки я посадил на металлические штифты. Потому что пальцы выскакивали. Вот. Поэтому пальцы здесь достаточно тоненькие оказались. Вот. Поэтому выскакивают очень так достаточно резво. Теперь мне надо эту гусеницу покрасить. Красить я буду в цвет Dark Iron. Это LP54. Если брать серию LP или XF, то это XF84. Аналог его. Грунтом покрывать я не буду. Объясню, почему. Даже если у меня краска слетит, это только будет во благо. Потому что сами гусеницы металлические. И краска облетает в соответствии с тех мест, которые трутся. И для того, чтобы потом не металлизировать, я просто потру те места, которые нужны. И краска слетит, и останется металл. То есть все будет более-менее натуральным. Поэтому красим без грунта. Такого цвета у нас получились гусеницы. Это Dark Iron темное железо. Прямо я думаю, что это идеальный цвет для гусениц. Я завершу все гусеницы в этот цвет. А потом уже их, соответственно, покрываю всякими эффектами. Даем сутки на просушку. Потом покрываем сверху глянцевым лаком. Делаем смывку. Ну и тому подобное. После глянцевого лака, после того, как он высох, я покрою вот таким вот, такой смывкой. Trax Wash. Миловской. И теперь возьмем приготовленный нами вот этот вот состав из пигментов и нанесем прямо на мокрую смывку. И дадим всему этому делу вместе. Друзья, каждый делает эффект так, как ему нравится, так как он понимает сам процесс. Так что, как бы вы ни сделали, в какой последовательности, так как вы хотите, всегда все будет правильно. Если результат конечный, тот, который вы ожидаете. Цвет делаю такой же, как и на ногу под надгусничными полками. Для того, чтобы было логично, понятно, что он ездил по той же земле. А то получится цвет разный. Есть у меня вот такая вот баночка миговская. Это старый миг, который сейчас уже не выпускается. Раст эффект, стандартный эффект ржавчины. Сейчас мы его нанесем вот сюда, на выхлопную систему. Она будет такая, не очень ровная. А сверху мы покроем пигментом. И далее, для того, чтобы это все ярко, не сильно выглядело, мы сделаем немножечко, нанесем матовой черной краской, очень нежно. Так что давайте попробуем. Пока будет вот так, друзья. Мы не дадим ему подсохнуть. И сейчас возьмем ржавчину другую. Следующий пигмент мы возьмем вот такой. Вот medium rust. Это акашный. И немножечко нанесем его сверху, для того, чтобы создать фактуру ржавчины. Друзья, я просто сам экспериментирую, как мне кажется. То есть, просто интересно разные эффекты наносить разными способами. А потом смотреть, что из этого получается. Вот смотрите, получился вот такой вот эффект. Вот. То есть, мокрый слой, потом сверху сухой. Вот такой вот эффект у нас получился. И чуть-чуть еще сверху мы задуем черной матовой краской. Чуть-чуть, немножечко, для того, чтобы создать эффект копоти. Окей? Пока пускай это сохнет все дело. Ну, нужно же какие-то цвета добавлять в модель, чтобы она выглядела немножко разнообразно. Продолжение следует... После того, как мы поставили гусеницу, можно каток сдвинуть и натянуть ее. Ну что, друзья, и вот такой небольшой провисик делаем. В принципе, гусеница живая. И провис может быть организоваться сам по себе от тяжести гусеницы. Вот, клеить его не буду. Просто вот так вот сделаю небольшой провис. Можно, конечно, национальный крылатый клей посадить. Но думаю, что это будет не столь эффективно. Вот, а далее... Мы можем зафиксировать клеем. Для того, чтобы линейец обратно не ушел. Сделаем теперь небольшие потертости. Нам в это поможет губка наждачная. Трем до металла. Вот так вот. Будет, естественно, металлическая потертость. Нанесем немножко масляные точки. Будем наносить вот такими вот ойл брашерами от Мига. Значит, это у нас БАФ. Номер вот такой вот. Далее у нас Земля. Номер вот такой. Вот здесь вот. Далее черный. Вот с таким вот номером. И зеленый. Вот с таким вот номером. Субтитры сделал DimaTorzok Далее берем широкую кисточку и растушевываем. Вот, друзья, получается вот такой вот эффект. Вот, посмотрите. Поверх модели я нанесу вот такой вот фильтр. Это фильтр коричневый для темно-зеленого. Он придаст другой некоторый оттенок для этой модели. Далее берем широкую кисточку. Делаю все то же самое, что делал под полками над гусеничными. Так, у меня уже готовый состав остался. И потихонечку мы наносим пигмент. Когда все это подсохнет, мы можем оставить вот такую вот шубу. Либо эту шубу снять и оставить тонкий слой грязи. После того, как пигмент высох, мы немножечко уберем эту шубу, потому что это слишком много. Во-первых, будет видна фактура. Во-вторых, останется необходимое количество грязи. Так, теперь нам надо немножко это подуть, убрать лишнее. И останется вот такая вот у нас эстетическая грязь. Думаю, небольшие сколы не помешают. Так, небольшие потертости графитовым карандашом. Так, так вот. мы просто переделываем лопату которая здесь вот была она у нас там такая более более интересных скажем так что лопатку давайте установить вот так поставим вот сюда и зажмем нашим замочком вот эти зажимы так очень удобно придется делать двумя пинцетами вот друзья замочками зажал сейчас вам покажу как вот так что правильно что я их сделал рабочими немножечко сейчас тут подкрашу потому что краска слетела все-таки не металлические друзья кое-какие элементы я поставил как без камера потому что это было очень неудобно это вот лом с лопатой которые вы видите и соответственно остекление фара вот она вот на этом я фильм этот закончу и сборку тоже спасибо большое что вы меня смотрели всем пока жду ваших комментариев увидимся до скорых встреч и